Ребята, специально для вас почти часовая серия. Вы меня просили и, как всегда, я вас очень сильно ценю, своих подписчиков. Поэтому, ребята, держите еще одна длинная серия. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Десант. Добро пожаловать в нашу 10 серию нашего 6 сезона с модом Pixelmon. И хотел бы вас всех поблагодарить, тех, кто сейчас сидит тут и вместе со мной смотрит эту серию. Значит, вам нравится Pixelmon, раз вы смотрите это видео. И, значит, вы меня поддерживаете. А вы очень знаете, что я всегда это очень сильно ценю, когда меня кто-то поддерживает. В принципе, я всегда ценю своих подписчиков. Также, ребята, давайте наберем 800 лайков на этом видео, Если вы хотите видеть новую серию Pixelmon как можно быстрее, даже, может, завтра. Ну, в принципе, это, ребята, всегда зависит от вас. Я вам всегда говорил то, что выбор, когда будет выходить серия, всегда зависит от вас, ребята. Поэтому прошу, ставьте лайки и серия выходит как можно быстрее. Наш домик. Возвращаемся к нашему домику. Мы уже переехали с нашего старого, ну, не дома, можно сказать, пукет-центра, Который мы себе так забрели тихонечко, там одолжили себе на несколько дней. Но все же я сейчас достроил... Достраиваю. Ладно, еще не достроил. Достраиваю вот этот дом. И, ребята, вот я уже тут немного достроил. Уже хотя бы, хотя бы это что-то смахивает на дом. Конечно, еще до конца это все недоделанное. Нужно еще двери даже будет вот тут ставить. Вот тут двери, вот тут двери. И, в принципе, мы сейчас этим даже займемся. Сделаем, может, себе плавильню, потому что... Ну, не нашел я моды на вот эту улучшенную печку. На 1.8 я почему-то не нашел моды. Ребята, пожалуйста, не надо, не нуда мне... Я, короче, все слова сказал, которые я только знал, и которых вообще не существует, но не сказал те, что нужно. И нуда, и надо, и туда, и всякий... Мне надо мод на версию 1.8. Не надо скидывать, пожалуйста, сейчас вот эти все ссылки, потому что, ребята, они не работают. На сайте можно писать что угодно, там версия 1.8. Но когда ты скачиваешь, почему-то скачивается мод на версию 1.7.10. То есть, они, наверное, специально так делают, чтобы люди сходили и скачивали, но на самом деле это не 1.8, а 1.7, потому что на 1.8 еще даже такого мода нет. Это дождь меня кубает, честно. Я не знаю, сколько этот дождь еще тут будет идти. Вот тут я еще не застроил, но зато я тут уже деревцо посадил, у нас уже тут есть стекло и все остальное. Дождик, дождик, дождик. Поэтому, ребята, честное слово, я не нашел вот то, что нам нужно. Так, у нас есть тут факелы. Давайте вот это возьмем факелы. Факелы. То ли я слепой, то ли я... Нет, все-таки я не вижу факелов. Можете... Я их, наверное, в сундучок запихнул. Ух, дождяра, дождяра. Обожаю дождь, я не знаю. Я, ребята, я, если честно, такой человек, который любит, когда, например, на улице туман, когда на улице халадрега, когда на улице пасмурно, когда на улице прям дождяра, лед нереально какой, чем когда на улице жарко, тепло, солнце, и, в принципе, вообще жара идет полным ходом. Я не знаю, я один такой, которому больше нравится пасмурность и тепло, чем когда нормально так дождик... Эй, не дождик, когда нормально так солнце, и когда нормально тепло, и даже жарко. Может, это я только такой, потому что я живу в такой стране, где тут, да, в принципе, даже не то, что стране, а, наверное, в таком регионе, где тут жарище в круглый год, если тут летом доходит. У меня пару дней назад было 50 градусов, ребята. Представьте себе. Утром в 10-11 часов утра было 42 градуса тепла. После обеда было около 50. Тут зимой 20-25 градусов. Когда тут 20 градусов тепла, тут придурки ходят на улице в 35 фуфайках и мерзут. Ух, 20 градусов тепла, как бы нам сейчас не сдохнут от этой халадреги. А я такой хожу себе в маечке вот такой хожу себе в шортиках и такой... Идет украинец-придурок по улице, да, 25 градусов тепла, все там ходят в шубах нафиг, в куртках с этими мехами, да. Ух, сейчас дохнем от холода. Идет себе дебил-украинец в шортах-майках, ух, ему жарко. Ну, в принципе, когда тут 20 градусов жары вот так днем, то это суммаре действительно можно сойти. Фух, ладно. Давайте возвращаемся к тематике игры. Что мы будем делать в этой серии? О, бам-бам-бам. Я что-то хотел сделать, но пока я это все вам рассказывал, этот конченый дождь меня просто кумарит. Вот этот звук... Я бы его выключил, честно, ребята. Я бы его сейчас взял и просто-напросто выключил, но тут в новой версии такая хрень. Я просто смотрю, у нас нету факелов нафиг. Нет. Ладно, давайте идем поспим как можно быстрее, потому что этот дождь меня бесит. Я надеюсь, там ночь на дворе. Да. В этой новой версии такая фигня, что если дождь начинает идти, то не прекратится до тех пор, пока он сам не пройдет. Или ты пойдешь поспишь и как бы на утро он уже пройдет. Почему-то вот так сделали. Если ты даже через команду будешь выключать дождь, то он не будет прекращаться. Он будет просто-напросто идти, 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 идти дальше. Это, если честно, очень сильно прям бесит нафиг. Прям нереально сильно бесит. Ну да ладно. Вот тут я уже крышу такую небольшую достроил. Я просто хотел сейчас посмотреть, ребята, есть ли у нас, есть ли у нас... Ну факелов нету, я уже это заметил. Давайте вот это возьмем на всякие пожарные, да? И вот тут что я хотел. Даркок. Нам спрус нужен. Не, нам не даркок нужен, нам спрус нужен. Точнее, ель нам нужна. А ее нужно идти искать. Так, это еще можно взять. Ух. Я что-то хотел сделать. Мы, наверное, в принципе, все-таки сейчас пойдем поищем. Ребята, нравится вам мои бебезянки и гориллы на заднем фоне? Я не знаю, что-то у меня это там валялось, или это мама моя поставила, не знаю, ей лишнее что-то, знаете, там сумки она заказывает, всякую прочую хрень, и, знаете, там вот всякие эти ассессуары. Наверное, жалко было выкидывать, и сюда мне зафигачило. Я сижу, какой-то повелитель горил нафиг. Офигеть. Кстати, может кто-то спрашивал, что это у меня за спиной, это у меня плакат GTA 5. Я бы вам показал его, но я какой-то, я слишком ленивый, наверное. Я слишком... А хотя... Хотя, ну смотрите, смотрите. Опа. Я надеюсь, что видно, да? Вот там посередине Майкл, там Тревор, там... Нет, посередине Франклин. Потом там Майкл, Тревор и Чоп. Ну, в принципе, я надеюсь, это вам было видно. Ну, давайте я куда-то вот сюда поставлю. Опа. Ладно. Сейчас, давай-давайте уже, наконец-то, может вернемся к тематике самой игры, а то мы, если честно, уже давно куда-то отклонились. И я пока что даже не знаю, что... А, нет, все. Я за... Тихо, не кричите, не кричите. Я вспомнил. Нам нужно пойти в зимний... Давайте в горы. Вашу, 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 вашу. Вот, да. Сказал, да... А, хотя... Стоять, стоять, стоять. Да, в принципе, даже вот тут круто, потому что... Там, в принципе... А, нет, это... Ах, фиг его знает, честно. Какие это деревья, горы. Я думаю, что... А я, честное слово, не имею понятия. Главное, не убиться. А то, если убьемся, не будет хорошо. Не будет хорошо. Это... Это те деревья, что нам нужны, да? А, ну, в принципе, наверное, да. Нужно себе уже получше топорик сделать. А это... Какашка, ну, очень долго рубает. Да, нормально. В принципе, этого даже хватит. Ух ты, чармиллион. Там у нас всякие другие и другие и другие. Ладно, так. Это давайте вот сюда. Спрусевуде. Давайте вот сюда. Это идем сюда. Круто. Тут еще нужно не сундучки. А вот верстачки сделать. Вот тут. И вот тут. О, вот тут, смотри. Я даже вот так сделал, чтобы можно было смотреть сверху. Нам нужно... Так, я не убьюсь. Нет. Сделал верстачки там для того, чтобы, в принципе, было нормально видно. Не видно. Видно. Я просто думаю о факелах. Сделал там верстаки для того, чтобы... Ну, просто не бегать, да? С кухни наверх. С кухни наверх. Потому что кухня у нас тут, кто не знает. По крайней мере, будет. Я, если честно, еще даже тут... Давайте хотя бы сначала сделаем какое-то малейшее освещение, чтобы тут не было так темно. Я потом тут сделаю и окна. Просто, знаете, я еще даже не толком понял, что и как у нас где будет находиться. Поэтому пока что сейчас у нас так. Я хотел двери сделать. Вот зачем я шел за этим. Потому что я хотел двери крутые сделать. Один, два, три. Там вроде... Сейчас. Один, два, один, два. Четыре. Четыре. Нам восемь штучек нужно. А получилось девять. Ну, нормально. Потому что там сразу, видите, так делается. Куда нам нужно столько дверей? Даже больше. Хотя нет. Допустим, вот сюда, да? Вот тут у нас будут такие крутые двери. Тут, в принципе, можно даже вот так сделать. О! Крутизна! Ребята, мы прям крутые. Да, да. Там двор сзади. Кто не видел, то сейчас пойду вам покажу. Это вот сюда так. Круто. И это вот сюда. Но тут у нас еще полный не поменялся. Поэтому... Не поменял я его. Поэтому пока что туда мы ставить не будем. Идем на задний двор. Что я сделал? Тут у нас деревья. Тут я офигеть, сколько я вот эту всю территорию тут чистил. Потому что смотрите, как тут. Если я туда прыгну. Ну вот смотрите, это даже у нас в воздухе висит. Потому что тут горы были. И вот эти все пещеры. Вот видите, тут пещера. Я это пока все расчистил. Тут чуть не умер. Нафиг вот тут. Опа, допрыгнем. Допрыгнем. Куда мы денемся? Да, конечно, допрыгнем. И тут я уже начал выращивать апреконы. Наконец-то. Наконец-то, ребята. Десятая серия мы только... Хотя нет. Мы, в принципе, начали выращивать апреконы давненько. Ну, в принципе, пару серий назад. Но сейчас мы уже так выбрали точку, где они у нас будут расти, 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 расти. Я черные посадил. Да, вроде посадил. Вроде я все посадил. Вот тут я пока что еще не доделал вот это. Потом, ребята, доделаю. Не кричите. Не кричите. Ну, тихо, тихо, не кричите. И что я еще хотел? Вот сейчас мы это все сделали, двери сделали, ла-ла-ла-ла-ла. Сделали апреконы. Но апреконы тоже можно где-то собирать. Знаете, чтобы каждый раз не бегать домой. Может, тут какой-то мини-мини сундучок сделать. Мне кажется... А давайте мы там быстренько мини-сундучок сделаем. Какой-то, допустим, железный. Мне кажется, железный будет хватит. И, в принципе, ребята, я постараюсь сделать длинную серию. Потому что в этой серии мы будем много чего делать. Как видите, сейчас только начальное... Начало серии. И мы сейчас занимаемся только нашим домом. Так, где наше железо? Железо. Вот оно. И вот оно. Сейчас мы занимаемся только нашим домом. Но, в принципе, я думаю, что мы еще успеем все сделать. Я не знаю. Может... Да, мне кажется. Хотя... Золотой, железный. Мне кажется, даже железный хватит. Но... Золотой. Честное слово, ребята, я не имею понятия. Ладно, не будем уже евреями. Давайте... Не хочу обидеть евреев, если вы еврей там. Или... Не знаю... Не знаю кто. Не хочу вас обидеть. Но все же, я не еврей, чтобы сейчас экономить золото. Если... Золото... Единственное, для чего нужно золото вообще в этом целом моде. Это конфеты. Но для конфет нужно еще glowstone и сахар. Это, в принципе, немного. Наверное, самому так тяжело добыть. Это все-таки золото. Да. Да кто там убивается нафиг? Это все-таки, наверное, золото. Не знаю. Может, мы даже если когда-то будем делать конфеты, то, может, потом... Может, потом еще сходим за золотом. Так. Вроде я все сделал то, что я хотел. Я еще печку хотел. Не печку, а плавильню сделать. Ну, давайте... Может, уже давайте в следующей серии. Потому что сейчас это много времени займет. Сейчас мы пойдем, наверное, на охоту. На охоту, на охоту. Я просто так думаю, что... По поводу... Да, забудьте, забудьте. Я потом магазины сам начну строить. Потому что сейчас это все длинно будет. Долго. И, в принципе, много времени займет. А я не хочу, чтобы мы сейчас сидели и строили. И начинали строить магазины. Магазины я буду... То есть, сам дом для магазинов. Как будто какой-то там торговый центр. Я построю сам. Потому что сейчас строить на серию это... Ну, очень длинно будет. Очень долго будет. Так же, как и этот дом. Я бы строил там серии нафиг 30. А так дни серии я построил. И он уже практически готовый. Так же, магазин для самых НПСов я построю. А НПСов я буду делать с вами. Потому что потом, знаете, многие люди мне задают вопрос. То есть, Эдисон, как сделать НПСов? Как ты и сделал? А ну, пожалуйста, сделай отдельное видео. Как ты их настраивал? Как ты их делал? И все такое. Поэтому мне проще сразу показать, как их делать. Чтобы вы... Вы сами смогли их сделать в своем... Ну, в своей одиночке, да. До сборки Майнкрафта. В принципе, сборочка тоже будет скоро. И чтобы вы смогли их запросто сделать, да. И чтобы потом не искали в интернете. Как, мол, там Эдисон сделал вот этих покемонов, да. Ну, давайте пока что мы отложим эту тему. Точнее, все другие темы с нашим домом и с всем остальным. И потопаем в зимний биом. Потоп... В зимний? Или в спайксы потопаем. Наверное, потопаем в спайксы. Вот где-то вот тут. Но перед тем, как мы куда-то полетим, я бы хотел сказать то, что... Все-таки... Но Ктаул, я пока что... Честное слово, ребята, я пока что не знаю, кем его назвать. Многие... Я хотел его назвать Филиппином. То есть, кто не знает, кто только присоединился к нашему сезону, мы даем имена летсплей... Каких-то популярных летсплейщиков нашим покемонам. Поэтому я решил все-таки назвать Филиппина, но многие против. Только потому, что у нас... Но Ктаул не мальчик, а девочка. Но мне как-то, ребята, пофиг. То есть, я не смотрю на пол покемонов, я смотрю, как покемон выглядит. Да, если, например, Иви, то мне кажется, лучше Иви дать женское имя, да? Если, например, Джинкс, это по сути выглядит покемон, как девушка Джинкс, да? То я, конечно, не буду давать Джинксу какое-то там имя, какого-то там летсплейщика, какой-то там Игорек Бабуньков, да? У нас женщина будет... Ну, я это образно придумал. Вот у нас будет девушка выглядит... Девушка-покемон будет выглядеть, как какой-то там Игорек Бабуньков, да? А Нуктаул, это прям нормальный такой суровый уральский мужик выглядит. Ребята, это девушка? Где? Покажите мне пальцем... Стой, стой, стой сюда. Даже если это женский пол, мне кажется, это не выглядит как девушка. А если бы Монферно был женским полом? Мне кажется, это не выглядит как девушка. Риолу тоже не выглядит как... Хотя, ну, вряд ли. Ну, Айвизар не выглядит как девушка, это выглядит как насекомое. Поэтому тоже немного глупо. Так, выключим шейдеры ночью. Поэтому, ребята, я не знаю, честно. Ну, вы кто-то против. Но я как-то, знаете, не смотрю на пол покемона. Я смотрю, как он выглядит. Если он выглядит как мальчик, я ему даю имя лэцпэчика, ну, пацана, да? Если выглядит как девушка, то имя девушки, можно и так сказать. Поэтому я не знаю, честно. Посмотрим, 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 как вы будете за или против. Плюс, Риолу. Мы дадим имя Риолу только тогда, когда... Ну, когда эволюционируем Риолу в Лукарио. И, в принципе, как я уже давно говорил, Риолу у нас будет... Не я говорил, а вы меня просили, чтобы я сделал Риолу. У нас, наверное, будет брендитом. Пиплоп еще один. Брендитом. Но, с одной стороны, я вроде даже не знаю. Он когда-то показывал свое лицо. То есть, на веб-камеру или, например, ВКонтакте. Есть у него какие-то фотки? Потому что... Мне как-то не хочется делать покемона каким-то... Летсплейщиком, которого я даже никогда в жизни не видел. И не знаю, как он выглядит. Не знаю, честно, ребята. Посмотрим потом, посмотрим. Так, давайте я немного опущу. А то я показывал вам свой плакат. А сейчас оно как-то слишком высоко. Поэтому, ребята, я не в курсе. Потом посмотрим. Потом посмотрим. И, как я уже давно говорил, iWizard, точнее, его следующая эволюция, Венозар, у нас будет Лоло-ложкой. Меня тоже многие просили. И я, в принципе, согласен. То есть, мы сначала даем имена каких-то популярных летсплейщиков. Например, у кого там больше, чем 3 миллиона. Ну, сейчас у нас уже есть Ивангай. У нас уже есть Фрост. В принципе, у Брэндито тоже там нормально. У Лоло-ложки. Потом Евгеха может идти. Афиги. Евгеха я не знаю, честно, ребята. Я как-то спрашивал у его помощника, можно ли я когда... Ну, в принципе, я, короче, спрашивал у его помощника, можно ли там взять имя Евгехи. Как бы я даю имена летсплейщиков покемонам в своем сезоне. И можно ли поставить фотку Евгехи, как будто, ну, я в честь него, да, назвал покемона. Мне, в принципе, ответили нет. Я также спросил у Керанита, потому что мы с ним уже давным-давно общались, как бы. Я не скажу, что мы знакомые, потому что, ну, после того, как он стал там слишком популярным, он как бы... Ну, забил на меня, да, можно и так сказать. Но все же я ему однажды там написал, можно ли я там твою фотку поставлю и в честь тебя назову одного покемона. Он, в принципе, сказал, что да. Но, может, в честь старой дружбы какой-то он там согласился. Но потом посмотрим, ребята, потом посмотрим. Это такое, знаете... Ладно, хоре уже тут летать. Я не вижу какого-то тут... Что вообще тут ловить? Поэтому давайте мы быстренько лучше пойдем домой. Лучше сначала выспимся. Потому что я днем не... Точнее, наоборот, я ночью не хочу летать, потому что там ни черта не видно. Лучше пойти вздремнуть и вернуться туда ночью. И вернуться туда днем. Ребята, я извиняюсь за то, что я заговариваю, то, что я уже какой-то бред несу. Меня нафиг час ночи. И все же я сейчас не сплю, а пытаюсь для вас сделать серию. Поэтому я иногда путаю слова. Да, там хочу сказать, что нужно ночью прекратить поиски, пойти поспать и вернуться днем. А сказал наоборот, что ночью нужно пойти там прекратить поиски и опять вернуться ночью. Короче, ребят, я уже там балдею или что-то, не знаю. Короче, меня колбасит уже по полной программе. Но все же так, сейчас уже шейдеры можно включить. Не вот эти, а вот эти. И глиняный биомчик. Остров, дом. Ну, зимний биом, глиняный. Давайте в глиняный биом пойдем. Я пытаюсь сейчас найти просто-напросто боссов. Может, это когда-то случится, но я не знаю, когда. Белдумы. 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 Даже если бы у нас были там стаки ультраболов или квикболов, то вряд ли и так бы мы их словили. Но потом, может, когда-то мы попробуем. Когда-то, может, мы потом и попробуем. Не знаю, когда, но возможно, что когда-то попробуем. Сейчас нету смысла их ловить. Опа. Здрасте, мордасте. Здрасте, наш покебольчик. Ух ты. У нас еще такой шапочки никак... Да что у меня так... Не шапочки? А фиг его знает, что это. Нет, это, наверное, не шапочка. Это хилка, наверное, какая-то. Да. Круто. Давайте продолжим поиски. Может, мы сейчас еще 35 покебольчиков найдем, которые валяются на земле. Бел, думаю, опять вряд ли, конечно, но все же попробовать можно, да? А у нас вообще есть какие-то биомы, которых мы еще не... Ой, когда мы еще... Точнее, каких мы еще не нашли, которые нам нужно найти. Вроде джунгли у нас есть. Да, в принципе... Ну, супер тайги у нас нету. Да, супер тайги у нас нету. Но супер тайга это такое... Не самый важный биом. Поэтому то, что мы его пока что не нашли, не делает с этого погоду. Поэтому нам, если честно, пока что накакать на вот это. Я не знаю, стоит ли нам вообще тут летать и кого мы ищем. Для того, чтобы хотя бы кого-то начать искать, ну, кроме босса, потому что, можно сказать, мы сейчас и боссы, и покеболы ищем. Для того, чтобы хотя бы начать какую-то небольшую охоту, для этого нужно, чтобы мы имели хотя бы парочку покеболов. А мы не имеем ни одного покебола, поэтому даже если мы встретим какого-то крутого покемона, мы его и так, и так не сможем словить, и нам нужно будет его отпустить, ребята. Отпустить, как бы как бы тяжело не было на душе, да. Но все же, как вы видели, как вы видели, я уже наконец-то потихонечку, потихонечку, так плавно строю свой дом и в скором времени я его уже дострою, но зато мы уже начали выращивать активно апреконы. Поэтому мы уже сможем в скором времени делать прям себе стаки, 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 стаки. Мне, знаете, что еще интересно? Как делается механическая печка, да, которую, которая автоматически тебе долбасит, долбасит и долбасит тебе вот эти, никого тут нету, части покеболов, да, которых ты делаешь с помощью апреконов. И просто интересно, как она работает, точнее, не как она работает, я знаю, как она работает, как ее сделать. Фиг ее знает, фиг ее знает. Я что-то вообще никого нафиг тут не вижу. Ау, кто-то вообще тут есть, может нам в горы пойти. А в горах, мне кажется, тоже никого толком не будет. А в какую... Так, в той стороне мы были, в той стороне мы были, в той стороне мы были, значит, давайте куда-то сюда полетим. Просто, знаете что? я пытаюсь искать какие-то новые территории, территории, где мы еще не были, только для того, чтобы полетать там и смотреть на покеболы, которые могут валяться на земле. Поэтому, это будет полезно. Опа, опа, вот видите, не успел я закончить вот это приложение, и сразу, и сразу нам попался болт, который валялся на земле. Извиняюсь. Поэтому, это действительно будет очень полезно, если мы это будем делать. Стоять! Стоять! Нафиг! Нам нужно убивать мел танков, потому что с них падает хавчик, но хавчик не так-то важен нам. С них падает кожа, а с кожей мы потом сможем сделать и рамки, которые, в принципе, будут полезны, да? Дойди сюда. На те же судочки, да? Чтобы не путаться, что и где у нас находится? Это там был бол? Нет, да, это был бол, но не тот бол, который нам нужен. Это был волторп, мать его. Лучше бы это реально был бол, а не волторп. Так, смотрите, ребята, прям, знаете, если заметите бол на земле, а я его, если бы, чермилион, здрасте, точнее, чармандер, я бы славил, хотя у нас есть сейчас монферна, поэтому нет смысла его ловить, потом, если что, вернемся. если вы, если вы заметите бол на земле, а я его пропущу, орите, как будто нафиг резаные, мол, там, Эдисон, надо какой-то минуте, надо какой-то секунде, ты там слепошарый, пропустишь, ну, конечно, не так, но все же, я образом, ты там пропустил бол на земле, который был, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, как ты его не заметил, вот ты там, бла-бла-бла, ну, как многие знают, да, я не говорю, что все так делают, но многим просто там нравится, наверное, так вязать, ты там тупой идиот, там слепой, на такой-то минуте, на такой-то секунде пропустил бол, я тебя отписываю за то, что ты такой слепой, пропустил бол, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, мне, если честно, больше нравится, я больше ценю людей, которые пишут мне нормально, что, Эдисон, вот на такой-то секунде, на такой-то минуте, ты там пропустил бол, и вернись туда, что ли, и подними его, Но каждый человек делает то, что он считает нужным Поэтому я тоже его не в силах судить Поэтому давайте мы будем лететь И лететь Хотя, хотя, хотя А хотя хватит летать Знаете что, мы просто-напросто сейчас тут где-то остановимся И будем дальше прокачивать наших покемонов С надеждой, что когда мы будем дубасить Покемонов, которые тут спавятся С надеждой то, что все-таки может заспавниться Босс А я почему-то тут никого не вижу днем Как вы, ну в принципе Тут всегда много пылесосов, пилосвайнов Но сейчас их почему-то ноль Сейчас их я вообще не вижу Это там алтарь еще один или это Нет, это просто дерево, которое не прогрузилось сразу Это просто дерево Знаете, ребята, что в следующей серии мы, наверное, уже будем делать Болы Чтобы потом в следующей, в следующей серии Мы уже пошли И И, 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 и Мы уже пошли и просто-напросто Начали кого-то ловить Ладно, давайте Давайте, давайте Давайте мы сразу назовем Айвизавра Лололожкой Ло Просто, знаете, на начале серии я это сказал Еще до сих пор не сделал Вы как, обезьянки согласны? Я думаю, что согласны Лол, как он пишет Лол, лол Лол, нет, не лоложка, а лололожка Лололож Ка Да, вот так Ну, здрасте Айвизар Лололошка, да? Приветствуем нового летсплейщика в нашей команде У нас уже есть Ивангай, у нас уже есть Фрост и у нас уже есть Лололошка В скором времени, наверное, будет Брэндит Ну и... А с девушек, ребята Кого бы с девушек? Хотя мне, в принципе, вроде Называли кого с девушек, то есть Мини-котик Да? Мне вроде говорили, чтобы я в честь нее назвал Какого-то покемона, потом Кого с девушек? Алена Моня, вроде И Занаку Гейм, вроде Еще кто-то там был И вроде девушка Ивангая, да? Я не знаю, как она называется, извиняюсь, я его не смотрел Мне вроде Мне вроде писали подписчики В комментариях, как она, как ее звать Марьяна, да? Вроде Если я правильно помню, то вроде что-то там Марьяна Ла-ла-ла Ну, ладно Потом, если что, вспомню Мне как-то, знаете Я, может, ленивая жопа Но не настолько, чтобы пойти Чтобы я не смог пойти посмотреть, как называется там Человек Как его зовут, да? Поэтому Поэтому, ребята, потом посмотрим Потом посмотрим Ну Опа Опа Не успел Не успел я Подумать, да? И сказать, что Ух, нафиг Что-то мы не находим никаких болов Как у меня на глазах бол появился Да, закройте Закройте Вы там Не до пылесоса Потому что это первая эволюция пылесосов Никого 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 Вы, ребятам Уже нашли покебол в этой серии То есть, может, я его пропустил? А вы его заметили И уже там накричали в комментариях Эдис отопсти под шарой Не заметил покебол на такой-то минуте На такой-то секунде Возможно 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 Я, в принципе, сразу говорю И всегда я говорю Я извиняюсь, если я не замечаю Если я не замечаю болы Ну, потому что Я уже много раз говорил То, что Один из вас может смотреть налево Один может смотреть направо Один может смотреть вниз Один может смотреть вверх Кто-то не заметит Но кто-то заметит и напишет А я только вот тут один сижу и играю Поэтому я не могу сразу смотреть на все стороны У меня только Два глаза А не 35 Чтобы смотреть и туда, и туда, и туда Или разводить И вот так, да, смотреть Опа, пылесосики Пылесосы, пылесосы Пылесосы Ну, в принципе К какому уровню, ребята К какому уровню мы будем качать Ноктаву Может, где-то к 35 Это так, так Confusion, take tackle, take tackle Можно потом будет нафиг Выбрать Ну, take down тоже такое, более-менее А вот это самая такая Эффективная атака, наверное Сейчас на нашем ноктавле Это апрор Лучше, наверное, в данный момент нету Также будем прокачивать кого-то Монферна, давайте, в принципе, и Монферна Немного будем прокачивать Ещё раз, гопа Эмпулион, я вижу, жопа у тебя прям чешется Ты на нас уже слишком хочешь напасть Ну, ладно Ну, ладно, если ты такой наглый Если ты такой наглый Жопа тебе Жопа тебе, я сказал Жопа тебе, я сказал Ну, вот сейчас точно жопа Ну, понятно Дальше Вылечимся И топаем дальше Кого мы ищем? Мы, наверное, даже сейчас Свайнубов немного попинаем Свайнубы, свайнуб Ну, тут только один Поэтому давайте будем искать Такую местность, где их много Ну, Монферна Ух ты, 44 уровень Пилос, пылесос, да Пылесоса он не вырулит Ну, хоть мы его и подожгли Мы его подожгли Поэтому нормально Он получил 2000 опыта Это круто, ребята Ух ты Ты прям долбанул ему нафиг Мы даже уже через Серию, через 2 серии Мы его уже прокачаем Поэтому Ему там чуть-чуть осталось Так, фейнтс Ага, это нам нафиг не нужно Дальше Дивгон Ладно Фрост Ну, Фрост Ничего тут не сделает В этой ситуации Я даже не уверен Да, вряд ли тут что-то Инок Таус сделает Поэтому На спасение Приходит Ивангай Который вырубает Дивгонга С одного ударчика А, точно, точно Я забыл Что у нас тут есть голод Я забыл Что у нас тут голод Ааа И поэтому Бегаю и такой Наросла боль Это А Да, сдалека Это кажется Что это бол Это просто Дохлая рыба лежит Лежит, валяется О, так Стоять Чуть не пропустил С войны С войны Короче Не до пылесос Можно его и так называть Не до пылесосик Манферна Кстати, ребята Какое у нас сегодня число Третье июля Да Третье июля Так, сейчас Дайте я его домочу Так Что бы я хотел объявить То, что Через 19 дней У меня уже будет День рождения Мне будет 20 нафиг лет Я уже прям Старик Старикан, да Ну, не старика Но, так Этого мы не убьем Поэтому давайте Лучше вот так О, нормально Поэтому, ребята 20 Ну, что Кто не знает Считать Там Через 19 дней 22 Так, сейчас Я его добью И вот этого добью 22 июля У меня будет День рождения Поэтому Может К сожалению Сразу скажу К сожалению Стрима не будет Я уже много раз говорил То, что Ну, в данный момент Стримов не будет Потому что У меня не такой Сильный интернет Который бы тянул Стримы То есть Я пробовал уже много раз Честно, ребята С различными настройками С различными программами И, в принципе Совсем многими И, ну Просто не тянет Стримы Потому что Не такой уж сильный интернет Ой Что-то я стукнул Поэтому, ребята Будет просто Я хотя бы постараюсь Сделать Короче Вкратце Да, чтобы сейчас Не сидеть и полдня Обговаривать Вот эту Вот эту тему Может На мой день рождения Я сделаю Как это Как это можно назвать Как это можно назвать Ну, короче Марафон серии Да Так как у меня уже Такое было Там пару лет Хотя, как пару лет Год назад вроде Или Два года Два года назад Когда у меня тоже Там был день рождения Я тоже так делал Что в один день Там вышли Пару серий Пиксельмона Поэтому, ребята Двадцать второго Дайте ты в жопу А Вот А то еще нас В принципе Он и так уже нас убил Поэтому, ребята Двадцать второго Июля Никуда Не расходимся Этого числа У меня еще раз повторюсь Будет день рождения И может Этого числа Я еще потом Объявлю Ближе к этой дате Будет Марафон Видео То есть Марафон серии Пиксельмона Да и не только Пиксельмона То есть В один день Может выйти Там даже Три или четыре Серии Пиксельмона Потому что Но все же День рождения Только раз в году Когда же в песне Там Пелось Поэтому я Пипл по-моему Не будем убивать Нет Пиплов Нет 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 Не будем Мы тебя убивать Поэтому Ребята Еще раз повторюсь В этот день Может выйти Даже Ну Во-первых Во-первых Может выйти Даже Три Ну Две Три Четыре Серии Пиксельмона И плюс К тому Не только Пиксельмона Может выйти Еще там Прохождение GTA 5 Может выйти Там Летняя авантюра Может выйти Там еще что-то Ведьмак Например Поэтому 22 июля Ребята Сидите за компом Потому что Серии будут Я надеюсь Выходить Целый день Если у меня Конечно Интернет Сможет Это все Загрузить За один день Потому что Ну В среднем У меня Интернет Короче Грузит Одну серию Пиксельмона Около Шести часов В сутках 24 часа Одну серию Грузит Шесть часов А я в день Выкладываю По два По три Видео Вы посчитайте Сколько у меня Работает Интернет Сколько у меня Комп работает За одни сутки Я комп Практически Никогда Не выключаю А что Самое Противное То что Людям Еще не нравится То что я Выкладываю По две По три Серии В день Многие говорят Эдисон Давай больше Серий Давай больше Серий Давай там Десять Нахрен Серий Потому что То что ты делаешь Две Три Два Три Видео В один День Это мало Вот таких Людей Мне просто Напросто Хочется Взять И там Послать То есть Мол Идите Нахрен К своим Ютуберам Которые Уже Зажрались Нахрен До такой Меры Которые Выпускают По одно Видео Там В месяц Ну Ладно По одном Видео Там В три Дня А бывают Такие Зажавшиеся Люди Которые Выкладывают По одно Видео В три Месяца И Люди Ждут Люди Их Больше Ценят Он там Уже Наконец-то Выпустит Видео Когда он Уже Там Наконец-то Выпустит Видео Их Больше Ценят Чем Например Как Меня Потому что Я Делаю По два По три Видео В день Гружу Их Нафиг Двадцать Часов Выкладываю Для вас Стараюсь И есть Еще Такие Люди Которые Это Не Ценят И Которые Меня Обзывают То есть Молодец Ты Сегодня Выложил Три Видео Но Ты Не Выложил Новую Серию Пиксельмона Поэтому Дизлайк Тебе Отписка Ну Вот Таким Людям Именно Вот Таким Людям Остальным Подписчикам Кто Меня Хотя Бо Немного Ценит Кто Хотя Бо Немного Меня Любит Хоть Есть Какая Там Малейшая Дачка От того Что Как Я Люблю Потому Что Честно Ребята Я Люблю Каждого Подписчика Таких Я ценю Людей Но Остальных Я уже Сказал Поэтому Ну Да Ладно Ребята Еще раз Повторюсь Сколько Там Уже Серия Идет 37 Минут Охренеть Поэтому Ребята Повторюсь То Что 22 Июля Не Отходите От компьютера Потому Что Целый День Будет Марафон Серии Мы Целый День Будем Смотреть Выкладывать И В принципе Я для вас Буду Выкладывать Новые Новые Серии Поэтому Если Вы Хотите В Один День Там Насладиться Тремя Или Четырьмя Сериями Пиксельмона Плюс К тому Потом Еще И Чего Плюс К тому Потом Еще И GTA 5 Может Еще Чего То В принципе Просто Ребята Не Отходите От Компьютера Да Вашу Нафиг Поэтому Ребята Просто Не Отходите От Компьютера И Ждите Новых Серий 22 Июля Ну Как я Уже Сказал Потом Ближе К этой Дате Я Буду Говорить Да То Я Вам Напомню И Все Более Подробно Опишу Потому Что Ну Сейчас Еще Сколько Там 19 Дни Осталось Если Я Правильно Посчитал Поэтому Пока Что Еще Так Ну Немного Рано Об этом Говорить Но Все Ребята То То Что Даже Сейчас Видите То Что Даже Свой День Рождения Я Не Иду Там Праздновать Десять Дней Подряд И На Десять Дней Ложу Большой И Толстый Баклажан На Выкладывание Да Это Только Я Могу Такое Придумать Ложу Там На На Неделю Как Я Уже Сказал Толстый Баклажан И Просто Забиваю На Подписчиков И чаю неделю подряд и не заливаю новые видео и потом какая у меня отмазка то что у меня же было день рождения я я поэтому не радовал своих подписчиков и не выкладывал новые серии только потому что у меня был день рождения и поэтому в одну неделю не видели новых серий а как видите что в тот же день когда у меня день рождения я пытаюсь сделать еще больше серий чем в нормальный день то есть это наверное только я такой передура который в свой день рождения не идут там праздновать Сутки напролёт свой день рождения А в тот же день пытаюсь сделать больше серий Для своих подписчиков Чем в любой нормальный другой день И это я очень люблю Когда какие-то там Восьмилетние придурки приходят Меня оскорбляют и идут смотреть своих там Конченых идиотов Я не хочу никого обидеть Идут смотреть там зажравшихся людей Которые выкладывают одно видео в неделю Чем тех кто в свой день рождения Пытается сделать больше видео чем в обычный день Ну как мне уже много раз И родители говорили И в принципе все люди То что в этой жизни Не ищи справедливости Все будет делаться так Как где-то запрограммировано Запланировано Не так как ты там строишь планы Не так как ты там хочешь Поэтому хоть ты можешь стараться Само больше на этой планете Но и так всякие зажравшиеся мудаки Будут получать больше Бесправедливости Чем ты Хочешь справедливость Поэтому я к этому уже Ну привык не привык Потому что к этому нереально привыкнуть Потому что Я иногда знаете просто-напросто Сутками напролет Сижу Смотрю в потолоке Думаю Как люди которые Ни хрена не делают Ни хрена не стараются Ни хрена не вкладывают в душу Видео как я Потому что я реально ребята Ну я стараюсь для вас После видео я уже прям Какой-то нереально Уставший Потому что я реально Вкладываю всю свою душу И Ну в какой-то степени Я просто-напросто Не получаю Отдачу от людей Потому что Повторюсь еще раз Люди более предпочитают Зажравшихся там Больше чем Один миллион Или там Двести-триста тысяч Людей Которые выкладывают Одно видео Там в два-три дня Чем людей Которые каждый день Выкладывают по пару видео И в праздники Не то что идут куда-то отдыхать А еще делают больше видео Для своих подписчиков Но справедливость ребята Ее действительно Не ищите в жизни Как мне уже много раз Так люди передавали Так я сейчас вам передаю Если у вас что-то не получается Но Ищите справедливость Потому что Может вы даже в миллион раз Лучше это делаете Чем какой-то другой человек И более стараетесь Но тот человек Все же быстрее получит То что вы хотите получить А вы получите это Возможно только после того Как он это получит Ну Или в какой-то степени Будет антисправедливость Что он это не получит А вы получите Но это знаете Как всегда ребята Удача Ну Кого-то сопутствует Кого-то нет Кого-то ожидает За каком За каком За каком За каком-то Уголке Да А кого-то просто-напросто Она еще не достигла Ну Будем смотреть Будем надеяться Ладно То что я сейчас обсуждаю И говорю То что там Люди больше ценят Там Зажравшихся И остальных То В принципе Ну Зачем я это говорю Если знать Если знаете Что-то залагало Если Всем остальным Просто-напросто Пофиг То есть Вот так Пропускают Вот эти все слова Мимо лше И просто-напросто Смотрят видео И в конце видео Напишут Эдисон Паскуда Давай еще 35 видео В день А то ты Зажравшийся Мудак Выкладываешь Только 3 видео В день Я лучше Пойду смотреть Там дебилы Которые выкладывают Одно видео В год Ну Как всегда Ну ладно Ребята То есть Я уже Если честно Уф Я уже Если честно Не знаю Я уже Устал немного Сколько там Серии вообще идет Уф 43 минуты Давайте вспомним Те слова Которые я говорил То что у меня Серия заливается Около 6 часов И Приплюсуем Еще около Часов Еще 6 Потому что Серия вообще Длинная Нафиг Получилась То есть Эта серия У меня будет Заливаться Около Около Пол дня То есть Часов Так 18 13 14 Она у меня Будет заливаться Ну То есть Знаете Я так говорю Что она у меня Будет долго Заливаться Но так и Продолжаю Играть Уже В принципе Нужно Заканчивать Ну ладно Давайте еще Быстренько Сейчас пойдем Опа Это сюда Мы прям По деревьям По деревьям Опа Опа Мы еще Быстренько Еще соберем Априконы Которые Тут выросли Вот так Так вот Еще на глазах У нас тут выросли Сложим Вот сюда И сколько Мы нашли В этой серии Спрят Вот этих Болов Один Два Три 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 Болоса За одну серию В принципе Даже нормально Даже ребята Нормально Это все Ладно Мне кажется Что на этом Мы уже будем Заканчивать Давайте еще Похаваем В этой серии Что Ну что Мы сделали Ну Немного Покачались Немного Поправили Интерьер Дома Немного Попи 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 Порассуждали Да Там Про баклажан И всякое Такое Я показал То что Я вам Построил Не вам А в принципе То что Я построил И Сделали Немного Планы На следующую Серию А если Кто не Помнит То в следующей Серии Мы начнем Делать Болы То есть Вот видите У нас уже Там Давайте еще раз Посмотрим Сколько Вот это Смотрите Опять Почему-то Переместилось Вы видите То что Вот эти Сундуки Почему-то Смотрят Только в ту сторону Хоть я не знаю Как я Вот там Ставил Сундуки В нашем Складе Почему-то Вот эти Сундуки Смотрят Только в ту Сторону Я не имею Представления Почему так Сделано Или это Так должно Быть сделано Или Это Бак какой-то То есть Это пофиг Смотрите Я Сейчас Давайте Покажу Вот Сейчас Сундук Смотрит В эту Сторон Да Вот Открывается Он Вот так Смотрите Вот сюда И сейчас Мы туда Пойдем И он Смотрит В ту Сторон Вот Да Видите Смотрел В ту Сторон Сейчас Развернулся И опять Смотрит В ту Сторон Я не знаю Это Наверное Бак Все Так Но Как я Ребята Вам уже Сказал В следующей Ой В следующей серии Мы Будем делать Болы И сос Да Твашу Мать Вы мне Дадите Серию Нафиг Закончить Это Нетерпеливые Дайте Я его Запинаю Нафиг Мы Уже Начнем Делать Большую Охоту Начнем Охотиться На Покемонов В принципе Не скажу Что на всех Подряд Потому что Всех подряд Я не хочу Я хочу Более таких Кто мне Нравится Да Всех подряд Я если честно Не имею желания Никакого Ловить И Мы Наверное Уже Выложим Нашу Тортеру Нашего Ивангая Ивангая Уже Стар Уже Уходит На пенсию У него Сколько Он имеет 51 год Уже Ивангая Имеет Ребята 51 год И На замену Наверное Придет Молоденький Лололошка 21 уровень Ну Это Не нападай Дай мне Серию Закончить Вот Красавец Ну В смысле Хороший парень Поэтому ребята Все На этом мы будем Заканчивать Я еще раз Сейчас гляну Сколько там Серия идет Серия идет 46 минут Вашу мать Это реально Очень долго Ух Я надеюсь Это вам Понравится Потому что Если я сейчас Выложу Точнее Начну Заливать Эту серию То она Выложится Как раз Завтра Завтра К обеду Хоть у меня Сейчас Один час Ночи Выложится Она как раз К часу Дня Или даже Больше И плюс К тому Я сейчас Еще не иду Спать Я сейчас Иду Еще делать Новую серию ГТА Потом Час Монтировать Пиксельмон Потом Около 40 минут Монтировать ГТА Потом еще Делать Картинки На заставку ГТА К Пиксельмону Потом Это все Заливать Делать Описание Называть Видео Да Я как раз Заснул Около 5 часов Утра И вставать Мне 8 часов Утра Если вы Думаете Что Легко Легкая Жизнь И то Что Я не Устаю И то Что Когда Эдисант Говорит Что Он Там Устал Потому Что Поздно Лег Спать И Рано Устал И говорят Эдисант Ты Зажрался Почему Ты Не Общаешься С Подписчиками Хайхутя Я Общаюсь Потому Что Я Сплю По 3 Часа В День Поэтому Я Ребята Иногда Злой Как Не Знаю Кто Как Как Самый Злой Человек В Мире Только Потому Что Я Ложусь В 5 Часов Утра Просыпаюсь В 8 Часов Утра Эдисант Высыпается Конечно Высыпается Но Ребята Ставьте Лайки Набираем 800 Лайков Сразу Но Не Сразу Можно Сказать На Следующий День Выходит Новая Серия Пиксельмона Если Мы Не Набираем 800 Лайков То Новая Серия Выходит Через Несколько День И Как Я Повторяю Каждую Серию Я Предоставляю Выбор Вам Если Вы Хотите Новую Серию Как Можно Быстрее Сегодня Завтра Все Что От Вас Требуется Это Просто Поставить Лайк Также Оставить Свои Комментарии Потому Что Я Читаю Каждый 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 Ваш Комментарий Не Как Многие Ютуберы Как Я Уже Тоже Много Раз Говорил Также Я Попытаюсь Ответить На Каждый Комментарий Если Он Конечно Будет Адекватный Со Смыслами В принципе Будет Содержать Какой То В Себе Вопрос Поэтому Ребята Не Стесняемся Зачем Стесняться Не Надо Стесняться Я Вообще Откуда Я Знаю Эту Песню Ну Ладно Оставить Свои Комментарии Подписывайтесь На Мой Канал Буду Этому Очень Сильно Рад Если Вы Все Таки Подпишитесь На Меня И Вступите В Нашу Большую Дружную Семью Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи Всем Пока Субтитры